Имя Фалидота означает чешуйчатое животное. На всем белом свете находится всего восемь видов. Длинный липкий язык, достигающий до 40 сантиметров в длину, а также длинный хвост, их визитная карточка. У панголина совершенно нет зубов, их работу выполняют съеденные камешки и наросты, располагающиеся на стенках желудка. Именно они справляются с измельчением и переработкой пищи. Внешний вид. Панголин внешностью схож с муравьедом. Главной отличительной особенностью считается наличие брони из твердых пластинок. Она покрывает, практически все тела панголина, кроме брюха, носа и внутренней стороны лап. Твердые защитные пластины на спине делают его похожим на броненосца. Во время опасности панголин сворачивается в клубок, в таком положении броня и прикрывает его полностью. Голову в этом случае он прячет под хвост. Роговые пластины со временем обновляются. Старые стираются, давая место росту новых. Впоследствии они твердеют и укрепляются. Сами пластины состоят из кератина, вещества, которое является основой человеческого ногтя. Такая оболочка панголина была создана природой в целях самозащиты. Размер, цвет, количество и форма чешуек у разных видов панголинов тоже разное. Также могут быть различия между животными одного вида. Наиболее часто отмечаются 18 рядов перекрывающихся чешуек вокруг тела, покрывающих его непрерывно до кончика хвоста. Африканские виды отличаются от азиатских. Окраска может варьироваться от темно-коричневого к желтоватому и включать в себя темно-оливково-коричневые, бледно-желтоватые и желто-коричневатые тоны. Отсутствует чешуя полностью на нижней части головы, обеих сторонах лица, горле и шее, животе, внутренних сторонах конечностей, морде и подбородке. Эти части покрыты тонким слоем шерсти. Головы ящеров маленькие и сплющенные, а глаза небольшие, в зависимости от вида, уши могут быть рудиментарны или отсутствовать вовсе. Передние лапы более мощные, чем задние, на них расположены огромные когти, которые помогают разрывать муравейники. Такой маникюр не годится для прогулок, поэтому панголин передвигается, подгибая передние конечности. Тело ящера панголина вытянутое, оно может быть округлой или приплюснутой формы. Язык отсоединяется от подъязычной кости и заканчивается глубоко в грудной клетке, как у гигантского муравьеда и круглогубой нектарной летучей мыши. Корень расширения находится между грудиной и трахеей, большие ящеры могут вытянуть свои языки на 40 см, делая их толщиной всего 0 см 5 мм. Образ жизни панголина, они не обладают острым слухом и зрением, их маленькие глаза прикрываются толстыми веками, которые необходимы для защиты от укусов мелких насекомых, таких как термиты и муравьи. В качестве компенсации природа наградила их прекрасным обонянием, позволяющим находить свою добычу. Ящеры бывают как наземных, так и древесных, лазающих видов. Некоторые древесные ящеры живут в дуплах деревьев, в то время как наземные виды, вынуждены рыть тоннели под землей, на глубине 3,5 метра. Некоторые виды могут обитать как на земле, так и внутри деревьев, хотя они классифицируются как наземные или древесные. Альпинисты ящеры являются также хорошими пловцами. Панголины ведут ночной образ жизни, используя свое хорошо развитое обоняние для поиска насекомых для пропитания. У длиннохвостого ящера активный день, но в основном, панголины проводят большую часть дневного времени во сне, свернувшись в клубок. Им приходится для добычи насекомых разрывать гнезда, вылавливая их длинным языком. Некоторые виды, такие как древесные ящеры, могут использовать свои сильные хвосты. Они свисают с ветвей деревьев и отрывают кору от ствола, обнажая гнезда насекомых внутри. Панголин, как правило, застенчивый, одинокий и нелюдимый член фауны, он медлителен и осторожен в поведении. Тем не менее, при желании, все его виды могут быстро передвигаться. При столкновении, они будут сворачиваться в шар с острыми краями чешуек, выпячивая свою защиту. Их уникальная форма и поведение, в том числе умение скручиваться во время приближающейся опасности, подобно чуду природы. Движениями хвоста и чешуяне еще больше отпугивают хищников. Также в качестве сдерживающих факторов используются железы секреции. Панголины ведут ночной образ жизни и очень скрытный, поэтому они заведомо трудны для изучения, и многие аспекты истории их жизни остаются загадкой. Продолжительность жизни диких ящеров до сих пор так и неизвестна. Ящеры обитают в тропических и субтропических районах Африки и Азии. Они располагаются к югу от Сахары в Африке, в Южной и Юго-Восточной Азии, включая Индию, Таиланд, Мьянму, Южный Китай, Малакский полуостров, Индонезию, Филиппины и другие острова. Ящеры населяют разнообразные места обитания, включая тропические леса, лиственный лес, лук, степь, открытую местность, густые кусты и кустарниковые склоны, так как эти места богаты источником питания панголинов, муравьями и термитами.